Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И как можно заметить по моей непривычной локации, и в руках у меня не моя собственная подписная укулелика, я приехала к родителям немножко почилить, но разбора на укулеле никто нет мне. Поэтому сегодня я научу тебя играть красивые, но самое главное простые мелодии на укулеле, которые сможет сыграть абсолютно каждый. Но обо всем по порядку. Бери укулеле в руки и погнали учиться! И перед началом скажу, что все мелодии у нас с вами будут играться по тублатурной записи. У кого плохо с этим или вообще в принципе ни разу не сталкивались, сначала посмотрите отдельный ролик на канале, потом возвращайтесь сюда. Во всяком случае, я это все сейчас поясню еще голосом своим, поэтому если хочется уже начать играть мелодии, но не смотрит дополнительный материал, оставайтесь, просто может быть чуть-чуть посложнее, вам придется какие-то моменты пересматривать. И первая мелодия, с которой начнем, я взяла с просторов ТикТока, однако я не знаю автора и названия композиции. Поэтому если вы сейчас узнаете, что это за мелодия, обязательно пишите в комментариях. А мелодия звучит сама следующим образом. За основу мы берем здесь аккорд G, для этого нужно зажать первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Это все играется при помощи перебора, и здесь мы не используем четвертую струну, соответственно, сразу возьмем три пальца в ряд, самый дружный наш отряд. Будем играть при помощи вот этих вот, а не вот этих вот, потому что так будет удобнее для вас. И получается, что первую струну мы с вами будем играть через третий палец, вторую через указательный, а третью через большой. Мы играем первую струну, затем третью струну, вторую и вновь третью. То есть первая, третья, вторая, третья. И данную форму мы будем с вами играть три раза подряд. Раз, два, три. Далее у нас с вами идет мелодия. Сначала открытая третья струна, затем зажимаем ее с вами на третьем ладу, спускаемся на вторую струну, также на третьем ладу, и играем открытую первую струну. Конечно, все в правой руке можно также сохранить и сыграть вот этими пальчиками, не все через большой, получается. В принципе, на этом мелодия вся закончилась. То есть, смотрите, раз, два, три, пошел ход. И так как мелодия короткая всего, буквально два такта, можно еще раз повторить данную форму. И чтобы не было на такой вот натяжительной нотке, можно вновь сыграть первую струну в втором ладу. Давай сейчас это все соберем от начала до конца, чуть более подвижном темпе. Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней, у меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам». На самом деле, это не просто книга, а целая энциклопедия. В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному. Ну, на то это и укулель по шагам. Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента, то эта книга специально для вас. Также в этой книге есть QR-коды, укулеле трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак. Для любителей наклечек тоже я о вас позаботилась. Ну, а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании. Разбор на укулеле Следующая мелодия на очереди называется «Voyager 1» от автора Нойзимси. Между прочим, с недавних пор Нойзиры Иван Алексеев у нас стал инагентом, это значит, действительно, хорошая мелодия, нужно ее разучить. И для начала вот так вот она у тебя будет выглядеть. Тут также играем с вами через перебор нижних трех струн, то есть раз, два, три, все так же через эти три пальчика, однако нужно уделить внимание левой руке, какими пальцами что-то зажимать. Я предлагаю прислушаться к моей аппликатурке, к моим позициям пальцев, иначе что-то не получится, а мы хотим, чтобы у нас что-то получилось. Мы зажимаем своим мизинчиком первую струну на седьмом ладу, далее средним пальцем зажимаем третью струну на пятом ладу. Вот такая у нас с вами форма. Такую композицию мы играем три раза подряд, напоминаю переборчик, раз, два, три, да, первая, вторая, третья струна, то есть раз, два, три, сыграли. Далее мизинчик убираем, ставим безымянный палец на пятый лад, вот такая вот форма у нас образовывается, и эту форму играем два раза, раз, два, далее вступает у нас в роль указательный палец на третьем ладу на первой струне, играем сначала один раз такую форму, далее убираем указательный палец, один раз сыграли и вновь поставили обратно. Давайте чуть медленно целую строчку, что у нас должно получиться. Сначала на седьмом ладу три раза, на пятом два раза, на третьем один, открытая струна и вновь. И эту строчку мы с вами играем два раза подряд. Далее у нас с вами идет следующая часть, там мы играем три раза открытые полностью все три струны, то есть раз, два, три, с таким же сохраняем перебором. Далее зажимаем на четыре раза мизинчик на седьмом ладу, и играем тот же самый перебор. Раз, два, три, четыре. Еще раз, смотрите, открытые струны три раза подряд. Раз, два, три. Зажимаем, четыре раза играем. Раз, два, три, четыре. То есть должно получиться так. И эта строчка также будет играться два раза подряд. В принципе, табы очень удобны, когда вы не поете на них, потому что можно, в принципе, на них петь. Но сколько я хотела и пыталась, у меня лично это не получается, потому что разный ритм слов и разный ритм мелодий. Во всяком случае, послушайте оригинал. Там это можно услышать ярко выраженно, красиво звучит. Можете поставить себе цель на будущее, что когда-то вы дойдете до такого мастерства, что вы можете сыграть эту мелодию и спеть на нее слова. Ну а мы давайте соберем это от начала до конца, что получается в медленном темпе. Музыка. 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 В конце вы можете замедлиться, чтобы как-то звучало более завершенно. Обратите внимание, что в данной композиции у нас больше акцент нужно сделать на первую струну, так как она у нас с вами видоизменяется, и тут есть соответственно вот эта мелодия. А остальное это фон. То есть не нужно долбить вторую струну и третью струну, иначе будет сильно выбиваться, больше сделать акцент на первую. Музыка. Музыка. Разбор на укулеле. И напоследок мне оставила очень интересную мелодию группы Radiohead, песня Крип. Мы с вами будем разучивать ступоли неданой композиции, однако это можно использовать не просто как обычную мелодию, как в виде рифа данной песни. Ну а в чем разница между мелодией и рифом, расскажу по ходу. Для начала вот так вот она у тебя будет выглядеть. Тут в принципе она основана на четырех аккордах, однако не все они играют в такой привычной позиции, которую вы в принципе и привыкли играть. Первый аккорд, типичный аккорд G. Для этого мы с вами зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд, аккорд B. Я предлагаю вам сделать намного проще. Вы оставляете эту форму и просто ее передвигаете на шестой лад. Да, с четвертой струной она звучит немножечко странновато, поэтому не играйте четвертую струну, да и в принципе она у нас по схеме не будет играться. А когда мы играем нижний три, то звучит в принципе и симпатично. То есть смотрите, вот взяли, поставили G, привычный. Эту форму передвинули на шестой лад получился B. Если еще передвините на лад вперед, то есть на седьмой лад, эту же форму, то получится аккорд C. Все очень удобно. И вот из этой формы нам нужно будет сыграть аккорд C-M. Но мы с вами привыкли играть с M в такой позиции, когда мы играем первую, вторую, третью струну на третьем ладу. Это нам, к сожалению, здесь не подойдет. Поэтому, когда вы играли аккорд C, вы оставьте безымянный пальчик на второй струне, на восьмом ладу в данном случае. Вот эти два пальца, скажем так, убираем и ставим на нужные моменты. В нашем случае у нас с вами первый палец пойдет на первую струну на шестом ладу, а средний палец пойдет на третью струну на седьмом ладу. То есть, если так посмотреть, это форма аккорда G-M. Это как будто мы играли G-M, но от шестого лада. Давайте еще раз теперь все вместе аккорды. G. B. C. И C-M. Я раскинула эти аккорды по всему грифу для удобства, для мелодичности. Конечно, вы бы могли попробовать играть это все здесь. В принципе, да, такие аккорды подойдут, если вы поете там. В принципе, звучит. Но, однако, мы же хотим сыграть мелодию, поэтому я эти аккорды раскинула. Как я это сделала именно по логике, что я использовала, какие правила, это вообще достойно отдельного ролика на канале, поэтому дайте мне знать, если вам нужно эту тему рассказать отдельно. С аккордами мы с вами разобрались. Давайте посмотрим по вот этому фактуре заполнения, да, что я там играю еще в правой руке. Я предлагаю вам сделать следующее. Все аккорды играют через указательный палец или через большой. Посмотрите, как вам нравится по звучанию, если я играю через указательный, более такой звонкий звук. Через большой он такой как бы мягче за счет того, что у меня ударяет часть мягкая большого пальца, а указательного больше ногтевая пластина. И дальше у меня идет перебор. Перебор у меня идет снизу вверх. Я играю первую, вторую, третью струны. То есть первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. И смотрите, как тут можно сыграть. Можно сыграть через вот эти три пальца или через вот эти три пальца. И тут, на самом деле, на вкус и цвет все карандаши разные. Я лично использую вот эту постановку, так как у меня четвертая струна вообще в принципе не будет играться. И смысл мне на нее смотреть, ставить большой палец на нее. Можно, конечно, в качестве опоры использовать. Но так как у меня в принципе все пальчики развиты, у меня звучит. Но может у вас такого не быть. Поэтому если вы хотите потом еще в будущем разогнать темп, чтобы она звучала побыстрее, используйте все-таки вот эти три. А тут все очень просто. То есть мы средний палец намечаем на первую струну, соответственно указатель на вторую струну, и большой палец идет на третью струну. Готово. Единственное, я вам предлагаю большой палец немножко вбок сделать, чтобы вы как-то так вот коряво не играли. Все-таки тоже опору на третью струну сохраняем. И все, играем. Первая струна, вторая, третья, первая, вторая, третья. То есть та-да-ти, та-да-ти. Мы обыгрываем этот аккорд. Далее у нас включается мелодия на первой струне. Мы играем опять второй лад. Потом подключаем мизинчиком третий лад. То есть та-та. А, конечно, лучше это все сыграть не через средний. Было бы шикарно это сыграть через какое-то чередование, хотя бы там безымянный, средний. То есть безымянным я играю второй лад, а третьим пальчиком играю мизинчик. То есть очень удобно. Это такая более техничная, конечно, форма идет. Посмотрите тоже. У кого с этим вообще будут трудности, сыграйте, окей, пока одним пальцем. И дальше у нас продолжается вот эта тема как бы играться. Давайте сейчас, чтобы вы начали понимать, потихонечку начнем собирать. То есть я играю аккорд. Пошла чередовашка. Та-да-та. И в принципе, когда вот вы сыграли этот мизинчик, дальше продолжаем играть перебор. Один раз, один пролет. Потом убираем этот мизинчик. Играем опять один пролет без него. И за последний раз мы играем только первую и вторую. Давайте в медленном темпе вот эти два такта соединим, чтобы вы понимали, что происходит. Аккорд. То есть два раза я сыграла такую штуку. Потом сыграла пролет с мелодией. Опять вернулась на обычный G. И не доиграла третью струну. И вот эта форма, если вы сейчас ее поймете, отдельно отработаете, играется на остальные аккорды, кроме аккорда С. То есть то же самое я проделаю и от аккорда Б, который играем на шестом ладу. То есть сначала удар. Единственное, смотрите, четвертую струну не играйте. Сыграйте сразу удар, неважно, большим пальчиком или указателем, сразу с нижних трех струн, чтобы у вас вот как раз был нормальный хороший звук. Потому что мы никак дополнительно не глушим эту струну, да, но получится какая-то шушера. Вот, поэтому то же самое. Удар. Опять обыгрываем. Мизинчик добавляем. Да, вот все-таки с мизинчиком у кого-то могут возникнуть трудности, но я предлагаю все-таки использовать именно мизинчик добавочный, а не убирать как-то форму с пальца уже поставленную. То есть вот это будет не совсем удобно, легче доставить палец. Отдельно можете потренироваться, потому что вот у нас G, доставили нотку соседний лад на первой струне, дальше опять B. Сначала поставили форму, потом доставили нотку. На C тоже самое, но на C будет уже другое. Я понимаю, что немножко, может, сейчас сложновато, но в целом вы соберете, вы сможете это сделать. Так, давайте еще раз на аккорде B. На C. Потом ставим C, M, опять же не убирая безымянный пальчик. Тоже начинаем играть, в принципе, такую форму обыгрывания. Первая, вторая, третья струна два раза. И потом мы играем вторую струну и первую. То есть как бы вернулись обратно. До этого мы все поднимались-поднимались, а тут мы поднялись и спустились обратно. Получается так. Теперь давайте в медленном темпе. Сейчас будем это потихонечку собирать. Субтитры сделал DimaTorzok Какой еще момент можно добавить, чтобы у вас плавно звучали между собой аккорды? В целом, вот когда вы форму вот эти первые три поставили аккордов, я пальц не убираю с грифа, а просто перескальзываю. То есть получается у меня такой некий прием слайд между аккордами. То есть я вот сыграла аккорд G, пока там звук какой-то длится, у меня получается... Попробуйте, например, с этим поработать отдельно. Такое движение еще дополнительно даст плавного звучания, чем вы будете играть. Но хотя вот такое движение, очень короткое, поможет запомнить форму аккордов, но не их плавность. Теперь чуть быстрее. И теперь возникает вопрос, а в чем же различие между обычным вступлением и какой-то формой под названием риф? Риф это такая небольшая мелодическая линия, которую вы можете использовать во время пения. То есть смотрите, эта часть может играться не только во вступлении, но, например, и по всей песне. На вот эту штуку, которую мы сейчас только что с вами разучили, я могу спокойно начать петь. Та-да-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И это дает дополнительный, красивый окра звучания, но единственное, это надо отрабатывать все отдельно, потому что тут работает еще сильнее координация, одно дело петь на аккорды и так далее, а одно дело играть на какую-то совостоятельную мелодическую линию, то есть это новый этап вашего аккомпанемента. И так далее. Так, в принципе, можно сыграть любую песню, поэтому смотрите, пробуйте. Но если вам нравится, например, данная композиция, вы можете взять свою тоже братьюнку по укуле или сказать ему, ты будешь играть эту партию, я буду играть эту партию, и из вас кто-то еще дополнительно будет петь, и это прям будет красиво звучать, чем бы вы просто играли какими-нибудь аккордами. Если тебе понравился этот ролик, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, что в следующий раз мне разобрать, поиграть, а может быть какую-то музыкальную тему объяснить. Заглядываю в мои плейлисты, среди них как раз есть отдельный плейлист с экспресс-разборами, где я разбираю в одном ролике сразу несколько мелодий. Ну а также хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на Бусте. Вот эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, дополнительную информацию какую-нибудь, но самое главное, мое почтение. Но мне по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok